На искусственном поле в универсальном спорткомплексе Подмосковья в субботу встретились 10 команд чемпионата городского округа Щелково по футболу 40+. В турнире участвуют коллективы, в том числе и из соседних муниципальных образований. Чемпионат ежегодный, в этом году его проводят в 19-й раз. Ветеранский футбол в нашем округе имеет богатую историю. С 2003 года сначала соревновались спортсмены старше 45 лет, затем появились команды, в которых участвовали игроки с 40-летнего и 50-летнего возраста, а с позапрошлого года старше 60 лет. Ветеранский футбол интересен великолепной комбинационной игрой, ведь на поле выходят игроки, имеющие в своей биографии высокие спортивные достижения. В турнире ветеранов у нас здесь, в нашем турнире, даже сегодня в команде МКМ Рековере были игроки, которые, по-моему, были победителями Кубка Европейских Чемпионов по футзалу. Есть игроки, которые играли за Щелковский Спартак, были обладателями Кубка России. В этот день мы посмотрели игру двух команд, которые уже не первый год борются за первые места в чемпионате 40+. Одна из них из Щелкова – МКМ Рековери, вторая команда из Гребнева. Она сейчас возглавляет турнирную таблицу. Ее соперникам в этой игре нельзя было терять очки, но удача в этот день была целиком на стороне гребневских спортсменов. Они с самого начала повели в счете, в первые 25-ти минутки забили безответные мячи и не оставили никаких шансов противникам на победу. По итогам матча счет остался сухим – 4-0 в пользу команды Гребнева. В целом, всегда напряженно, опять же, матчи проходят. Но сегодня была удача на нашей стороне. Хотя соперник, конечно, тоже атаковал, были моменты. Мы высояли и победили. В других играх чемпионата в этот день химик разгромил команду из «Звездного» ЦПК-2. 8-1. А вот игроки другого коллектива из того же «Звездного» Центр подготовки космонавтов или ЦПК выиграли у команды «Глобал» 6-2. «Гефест» победил «Фок-2» 1-0. А «Фрязинский Олимп» и «Щелковский Легион» сыграли в ничью. Чемпионат продолжится в следующую субботу, а завершится в сентябре. Андрей Цеханович, Валерий Жегле, «Щелковское телевидение». Продолжение следует...